Сегодня особенный день. Знаете, размышляя, готоваясь к проповеди, как хорошо, и слава Богу, что мы делаем это, воспоминая Господа нашего, исполняя Его заповедь раз в месяц. Не раз в квартал, не раз в полгода, не раз в год, а раз в месяц, тогда, когда мы можем проверить свое состояние, проверить наши отношения с окружающими, приблизиться к Голгофе, воспоминая страдания Господа нашего. В жизни каждого человека есть какая-то цель. Утром мы встаем, умываемся, одеваемся, дети идут в школу. Для чего? Для того, чтобы научиться чему-то. Молодежь идут в калыч, для того, чтобы приобрести какую-нибудь профессию. Мы, по старшее поколение, идем на работу, для того, чтобы зарабатывать нашу жизнь. Знаете, Христос, придя на эту землю, Он пришел не просто так. Не просто, чтобы побыть с людьми, пожить здесь, а у Него была цель. И в Евангелии Матфея, 18 главе, 11 стихом, Он записал такие слова. «Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Мы это прекрасно знаем. Но также его цель была, это вот это, то, что мы сегодня видим, то, к чему мы сегодня приготовились. Отдать свою жизнь, пролить свою кровь, для того, чтобы мы могли иметь прощение своих грехов. Писание, оно когда описывает характер и сущность Бога, оно также показывает его отношение ко греху. Помним еще в начале человеческого творения, когда Бог создал Адама и Еву, Он поместил его в этот сад Едемский и сказал, что вы можете есть плод любого дерева, только от одного дерева нельзя. И мы прекрасно знаем, что человек ослушался Бога. Грех он вошел в человечество. Библия называет это грехопадением. И мы видим, какое было отношение Бога к поступку человека, к греху, к тому, когда человек ослушался Бога и сделал этот грех. Бог не мог иметь такие отношения, какие раньше имел с человеком. И мы знаем, что в дальнейшем Бог повелел человека, когда согрешит, приносит жертву, жертву искупления для того, чтобы получить прощение от Бога. Должна была пролиться невинная кровь, должно было убито животное. То животное, которое родилось, которое ходило на пастбище, ело траву, и вдруг ее взяли, перевели и убили. Для того, чтобы человек мог иметь прощение. Вместо человека, вместо наказания за грех человека страдало невинное животное, проливалась невинная кровь. И это продолжалось на протяжении сотен лет. Очень долгое время. И кровь козлов и тельцов, и эти жертвы, они не могли удовлетворить Бога. И в его плане было послать сына своего, отдать сына своего. И еще на Писании говорит, что в Евреям, в 9 главе 12 стихом «И не с кровью козлов и тельцов, но со своей кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление». Христос стал этой заместительной жертвой. Больше не надо было приносить жертву, больше не должна была проливаться кровь невинного животного. Христос пролил свою кровь. Христос стал этой жертвой. Знаете, открываю священное Писание, читая книгу порока Исаии, 53 глава, читая всю эту главу, удивляешься, как Исаия за 700 лет до рождения Христа мог это все описать. Мог вот так рассказать и вот так описать страдания Христа. Знаете, один человек сказал, читая эту 53 главу, можно сказать, что Исаия, он был там на Голгофе, он видел страдания Христа. Но он это написал за 700 лет. Четыре евангелиста, они описывают просто смерть Христа, что он был приведен на Голгофу, возложили его на крест, растянули ему руки, ноги, пригвоздили его, как этот крест подняли. Но Исаия его написывает. И мы прочитаем 53 глава, прочитаем давайте два стиха, 4-й и 5-й стих. Все братья нам откроют Исаии, 53 глава, 4-й и 5-й стих. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни, а мы думали, что он был поражен, наказуем и уничижен Богом. Но он излялся за грехи наши и мучен за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Исаии описывает это, как будто бы это было ради Него сделано. Размышляя о ране Христа, необходимо сказать, что эти раны были ради нас. Эта кровь текла ради нас. Особенно хотелось отметить последние слова, которые записаны в 5-м стихе. Ранами его мы исцелились. Приходя в Дом Божий, в первый день воскресенья, в первое воскресенье месяца мы видим эти знаки. Помню, месяц назад, когда на предыдущей вечере Петр заметил такое, и он показал нам разные знаки. И когда мы видим какие-то знаки, какие-то значения или какой-то символ, мы можем определить. Увидим символ машины, можем сказать, какая это машина. Придя в Дом Божий, мы видим эти знаки. Это напоминает нам о жертве, о жертве Господа нашего, о Его теле ломимом, о Его крови пролитой ради нас. Писание говорит, что ранами Его мы исцелились. Библия еще называет грех, это как проклятие, это как болезнь. И через Его раны мы имеем исцеление, мы имеем освобождение от греха. Если мы возьмем какой-нибудь мешок и повесим его, привьем его просто гвоздем к какому-нибудь дереву или к стене, и мы увидим, что со временем это отверстие, через которое мы пробили, оно становится больше, потому что от веса рвется. Эта дырка станет больше. Знаете, Христос, вися на кресте, у Него не были простые раны, просто маленькая дырка, маленькая дырочка была. Знаете, я в своей, как-то работая, получилось так, что я проткнул себе руку вот в этом месте, вот здесь, проволокой. Она прошла насквозь. Знаете, неприятно, больно было, кровь текла. Кто из нас наступал на гвоздь, знаем, какая-то боль, как это неприятно. А Христос висел на этих гвоздях. Его руки пробили не вот здесь, а посредине, там, где кость проходит, там, где нервы. И Христос висел. И своим телом, своим весом тела его раны разрывались. раны на руках разрывались, на ноги он тоже не мог опереться, потому что ноги были пробитые. И это все ради нас. Писание Исаия говорит, что ранами его мы исцелились. Позвольте прочитать небольшое четверостишье. «Ручьем святая кровь течет в омытие грехов, покой в нем стражащий найдет и отдыха трудов. Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт». Знаете, хор также поет замечательное произведение о ранах Христа. Раны, раны Христа, сколько в них сил и тепла. Раны, раны Христа, сколько в них жизни, добра. В ранах моя красота и счастье, в ранах моя чистота и святость, в ранах Христовой любви безбрежность. Бог подарил мне радость. В ранах вижу я кровь для очищения грехов, в ранах омылась мне вновь, открылась мне вновь нежная Божья любовь. Где же мое очищение сердца? Где мое обращение сердца? В ранах Христовых святых навеки я получил прощение. Что, если б не было ран, не было жизни, тепла, не было б нежной любви, не было б счастья, добра? Раны, нам дороги эти раны, в ранах Христовых мы все омылись, в ранах мы стали белее снега, ранами исцелились. Действительно, что, если б не было ран? Что, если бы Христос, придя на эту землю, Он просто прожил бы здесь три года, а когда Его арестовали, когда Его хотели вести на распятие, и помните, Он Петру сказал, что «Я бы умолил Отца, и Он послал бы 12 легионов ангелов». А что, если было бы так? Христос действительно, скажем, победил бы этих священников, первосвященников и ушел бы с земли, не пролилась бы Его кровь, не было бы этих ран, знаете, нас бы здесь не было, бы мы не собирались здесь, мы бы не видели этого всего, но у Христа была цель прийти на эту землю, чтобы отдать свою жизнь, чтобы пролить свою кровь, и чтобы через Его раны мы омылись, очистились за это Ему благодарность. Склонимся, прославим Господа за Его невинную кровь, за Его раны, через которые мы исцелились. Аминь.